Я обращаюсь ко всем руководителям, хозяйствующих субъектов, владельцам личных подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских. Проявите гражданскую позицию, выйдите на борьбу с этим сорным, злостным сорняком. Потому как сейчас он еще не укоренился, еще не началось его цветение, и мы можем сейчас полностью его ликвидировать и не допускать, чтобы люди наши страдали. Ни биологических, ни химических мер борьбы с амброзией пока не изобрели. Этот сорняк быстро распространяется и сильно иссушает почву в культурных посевах, вызывая угнетение других растений. А потому молодые побеги амброзии нужно вырывать с корнем. Иначе, отмечают специалисты, зуда, насморк, опершение в горле и слезоточивости, а то и астмы многим просто не избежать. В южных районах России во время цветения амброзии аллергические реакции испытывают до 20% населения. Каждое растение амброзии производит около миллиарда пыльцевых зерен, которые путешествуют вместе с ветром и способны преодолевать расстояние свыше 400 километров. В этом случае в аллергико может превратиться даже в совершенно здоровый человек, если в течение нескольких недель будет вынужден дышать воздухом, в котором содержится пыльца амброзии. Это обязанность каждого, который имеет хоть небольшой участок земли. У нас существует служба федеральная Россельхознадзора и ко всем нерадивым руководителям будут применяться штрафные санкции.